Всем привет дорогие друзья, с вами Фёстон и это очередной выпуск игры Битва Зомби. И у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая плохая и они даже взаимосвязаны. Итак, с чего начать? Ну давайте с плохой. Во-первых, у нас клан, точнее начальство, решило не принимать участие в данном турнире. И мы уже стремительно скатываемся, где? Ну уже наверное, да, уже даже на девяносто первом месте. Но вообще мы там скатывались, были там на каком-то пятнадцатом месте, а потом решили не участвовать. И это связано как раз со второй новостью, с хорошей. У нас до четвертого числа, до четвертого марта можно приобрести строителей за ресурсы. То есть вот у меня сейчас пять строителей, как видите их не хватает, но это только из-за ветряков. Мне в принципе шестой не особо нужен, но... Ну ладно, в хозяйстве всё пригодится, охота завести себе шестого строителя. И это обойдётся мне в миллион шестьсот тысяч энергии. Набрать вполне возможно, хотя до четвертого марта придётся наверное поднатужиться. И ряд других обновлений в игре очень приятных, как раз то, чего все давно ждали. Во-первых, теперь можно улучшать ряд стен. Жалко, что этого не было раньше, потому что сейчас у меня улучшить одну стену стоит довольно-таки дорого. Но раньше я их улучшал рядами и по многу, и вот тогда мне это бы обновление очень пригодилось. Итак, выбираем ряд. Цена улучшения этого ряда шестьсот сорок тысяч энергии. Очень удобно. Там, допустим, а если выбрать что-нибудь подлиннее, например, вот эту стеночку. Два миллиона сто шестьдесят тысяч. Ну да, такой энергии так просто не наберёшь. Итак, стены можно теперь улучшать в ряд. Также появилась возможность улучшать стены десятого уровня дешевле. Мне это ни о чём не говорит. Я пока что стены даже до восьмого уровня не прокачал. Ну что ж, где-то в грядущем стены десятого уровня качать дешевле, это не для меня. Это слишком ранняя для меня новость. Также ловушки. Теперь с ловушками всё обстоит куда приятнее. Если раньше враг натыкался на наши ловушки, и они пропадали, их надо было заново покупать, то теперь мы просто их расставляем туда, куда хотим. И если враг на неё напоролся, то она просто становится неактивной, и её надо зарядить. Вот, например, у нас есть неактивный люк. Причём зарядить его стоит восемьсот энергии. А изначально построить его тысячу, да? То есть, вроде бы выгоднее стало всё это. Ну, по крайней мере, вот люк выгоднее перезаряжать, да? Мины. Где у нас есть где-нибудь неактивная мина? Вот они, несколько. Мину за 160. Но их можно также теперь и качать. Качать на урон. Правда, перезарядка при этом станет дороже. Но мне кажется, это грандиозное обновление. Это просто шикарно. Теперь мне не надо каждый раз выставлять эти мины на поле. Мне достаточно выставить их один раз и периодически перезаряжать. Давайте как раз перезарядим все ловушки. Так же, хотелось бы сказать... Так, так же появилась возможность на ход кей высаживать войска. Цифры 1, 2, 3, 4, как я понял. Но не знаю, насколько это практично. Попробуем позже. Ну и не знаю, хотелось бы, конечно, покачать ловушки. Но их улучшение требует строителей. А строителей у меня как раз сейчас свободных нет. А сейчас мы, наверное, посмотрим те защиты, те атаки, которые позволили набрать мне 1000 трофеев. И, к сожалению, после выпуска я буду все эти трофеи сливать, чтобы уже грести лопатой энергию и копить на нового строителя. Ну что ж, понеслась. Итак, защита. Защита, наверное, самая интересная. Идем сверху вниз. Итак, меня нападала зона. 61,20. 51% базы снес. Смотрим повтор. Там были толстяки, насколько я успел углядеть имитатели. Итак, прутся толстяки большой толпой. 51% их. 1% где-то дал слабину. Наверное, вот то, что они уткнулись в красную стену, а не в черную, это уже 1%. Ребята подрываются на крутых минах. Вот все мины тут у нас собрали. Если бы они у нас еще были прокачаны, да. Теперь есть такая возможность. Ну что ж, качать будем это все позже. Так. Толстяки почти все запоролись. Где у нас? Поддержки клан Холла не было. Что-то я... А, нет. Вон она. Бьет под толстякам, да. Но ее раскидывают враги. Так. Давайте, снесите эту толпу метателей. Так, да. Следующим выстрелом эту кучку уничтожат. 35% враг набрал. Что, где будешь высаживаться? Тебе достаточно вот до ратуши добраться. Так. По одному. Ага, молодцы. Бараки бьют. Правильное решение. Безнаказанно уничтожают мои бараки. Я мог бы, конечно, эту вышку метать или сюда поставить. Тогда такого бы было недопустимо. Такая наглость. Таксиномет, ты что, не достаешь? Не достаёт. Что ж, нагло-нагло вражеские метатели расстреливают наши позиции. Но у нас более оборона такая, видите, в глубинку упертая. Больше на центр. Пушки прикрываются складами. И поэтому вот такая вылазка на нас возможна. Именно уничтожить какие-то здания, которые вдалеке от других. Что ж, парень добивает вышку. И добивает обелиска. Получает свой 51%. Что ж, молодец. Грамотный ход. Хвалю. Ладно. Похоже на этом всё. Возвращаемся домой. Смотрим следующую нашу защиту. Итак, нападал на нас Повелитель. Повелитель снес 100% базы. Использовал для этого, правда, 25 огнемётчиков 5 уровня. И 20 толстяков. Две аптечки 2 уровня. Смотрим повтор. Вот они пошли толстяки. Их накрывает. Бьёт вышка огнемётчиков. Выходит поддержка клана, среди которой простые дубинобойцы и метатели. Все толстяки подрываются на минах. Ну, вот включается аптечка. Казалось бы, практически все их повреждения залечены. Таксиномёт неустанно тут бьёт в эту толпу. Так, ну, главный тяжёлый пушка. Эх, куда ты бьёшь? Лучше бы толстяков ударил. Чувствую, сейчас где-нибудь вторая аптечка, да, пойдёт. Или она уже была. И что-то я прозевал. Так, ну, тут ещё толстяки с огнемётчиками. А у нас, собственно, обороны больше нету. Ладно, возвращаемся домой. Исход уже ясен. Смотрим следующее сражение. Так, это кто-то уже трофеи сливал. Видать, тоже решил завести себе нового строителя. Команда. План команды. Алексей нападал на нас. Украл 23 тысячи токсинов. 21 толстяк. 95 метателей. И тоже 51%. Смотрим повтор. Так, пошли толстяки. Ломятся в наши стены. Просят их впустить. И заходят внутрь. Вышка с огнемётчиком успела сделать несколько выстрелов. Но на том и погибло. Выходит поддержка клан Хола. Толстяки, метатели. Отлично. Токсиномёт неустанно стреляет по всем подряд. Тяжёлая пушка не успевает с этой толпой. Она делает выстрел, но они уходят. Она делает снова выстрел, но они уходят. Вот. Этих ребят накроют хотя бы. И там ребята подорвались на наших минах. Но тем не менее успели набрать 51%. Что ж, смотрим следующую атаку. Нападал на нас, так, на нас Хэнд Пэнтер какой-то из клана Безликие. 25 толстяков, 19 огнемётчиков, 19 метателей, шприц, 2 бомбы и герои. 91% базы снёс. Смотрим повтор. Так, опять же идут толстяки. Ломать наши слабенькие красненькие стены. Но пока не успеваю я везде стены улучшить. Бьёт эту араву толстяков наша башня с огнемётчиком. Но не добивает. Используется врагом адреналин. Отлично. Они заходят в самый центр нашей базы. Сносят ПВО. Сейчас снесут второе ПВО. Мы станем практически без... Всё. ПВО снесено. И тут же появляется Хиппи-мобиль. Какая-то слабая бомбочка в него и въехала. Ему это нипочём. Он тем более второго уровня, по-моему. Да, может даже третьего. Таксиномёт тут стреляет как может, но со всеми он не успеет справиться. Выглядит как полная разруха. Но тем не менее мы как-то успели отбиться, да? Ну, неполное уничтожение было базы. Может враг просто не успел? Да нет, он довольно быстро высадился. Ну, вот ему уничтожает уже Хиппи. Эх, Хиппи чуть-чуть. Немного ХП осталось у Хиппи. Тут ребята все опять же подорвались на наших минных люках. Ну, Хиппарь, что? Долетишь до ПВО и помрёшь? Или у нас здесь где-то мина вроде воздушная была? Давайте посмотрим. Одна бомба используется на ПВО. Или, а, тут сразу две он бомбы использовал. Но ПВО, тем не менее, стоит. Вот небольшая воздушная мина ударила в Хиппи-мобиль, но, к сожалению, не уничтожила его. А вот ПВО убила. Ладно, возвращаемся. Итак, что ещё у нас было по защитам? Нападал на нас Ник из самого лучшего клана, но проиграл. 24 толстяка, 85 метателей использовал. 31% базы снес. Смотрим повтор. Подарил нам 40 трофеев. Так, вот они пошли, толстяки. Выходит поддержка клана, среди которой огнемётчики, толстяк и метатели. Ребята вгрызлись в толстяков, бьют их. Но враг в это время целую толпу метателей высаживает. Джек пошёл к метателям, но, думаю, его сейчас просто сметёт, это полчища метателей. Да. Им бы один удар хороший из тяжёлой пушки, чтобы они на месте на одном задержались подольше. Вот, вышка огнемётчиков всю эту толпу накрыла. Так, а здесь бьёт другая вышка огнемётчиков. Давай тяжёлые, вдарь по ним. Ну всё, сейчас таксиномёт быстро всех раскидает оставшихся. Если нет толстяков, то таксиномёты очень быстренько раскидывает всяких там метателей. Ну ладно, возвращаемся к нашим баранам. Итак, кто ещё на нас нападал? Нападал на нас зомби-лорд из клана. Опять же, безликие. Безликие довольно часто на меня нападали. 28 толстяков, 15 огнемётчиков, 1 аптечка, 1 бомба и помощь клана. Смотрим повтор. 84% базы уничтожена. Так, высаживаются толстяки. К ним сразу же пристаёт наш джек. Его в спину бьют огнемётчики. Почти убивают, но он успевает ушуршать за толстяками. Правда, вот сейчас всё-таки его добили, да. У нас тут высаживаются метатели, но их сразу же подрывает враг своими бомбами. И лечит толстяков. Толстяки и огнемётчики. Что ж, отличная комбинация. Одни танкуют, другие разносят. Так, ребята сносят склады. Сейчас снесут наш таксиномёт. Там толстяки уже по центру гуляют. Сносят ПВО. На севере высаживается ещё один отряд огнемётчиков. Так, огнемётчики подрываются на нашей мине. Что ж, отлично. Остаётся последний огнемётчик. Он погибает. Враг думает и, видать, решит не высаживать ничего. Ладно, возвращаемся домой. Смотрим следующий бой. Опять зомби-лорд. Опять же, он на меня несколько раз нападал. Да, зомби-лорд, зомби-лорд. Так, до этого. Одни и те же, кстати, кланы нападают, когда ты уже более-менее выбираешься в топ. Итак, зомби-лорд из клана Безлики. Одна атака 84%. Он, можно сказать, работу над ошибками произвёл. Да, до этого он 53% мне снес. Вот, в видео, которое мы смотрели. А здесь... Так, ну, давайте посмотрим. 28 толстяков, 60 метателей. Ну да, метатели это вам не огнемётчики. Нападает, опять же, снизу. Ну, вот как-то на углу сразу нападает, где вышка огнемётчиков. Если бы здесь высадился, то она бы не доставала, да? Куда выгоднее было. Так, сносит. Первый квадрат. Использует аптечку. Но, кстати, в этом бою у нас, что, поддержки клана не было? Как-то так вышло. Если бы была поддержка клана, был бы другой разговор. Я думаю, даже 50% не набрал бы. Но, к сожалению, что-то пошло не так. Так, толстяки сносят, сносят центр. Давай, вышка огнемётчиков, поли эту толстую массу. Так, отлично. Толстяков не остаётся. Здесь у нас ещё джек ходит всяких метателей. Отдельных выцепляет. И вот она, последняя атака метателей. В надежде набрать процент. Нет. Где? Где будет следующая высадка? Вот они пошли. Поддержка клана. Вместе с Джилл добивать 50% и у них это удаётся. Так, ну тут ребят добивает. Но парень решил ещё развлечься с Джилл, добить наш обелиск. Не знаю зачем, наверное, просто чтобы красивее показаться, чтобы процент был больше атаки. Ну ладно, возвращаемся домой. Теперь давайте перейдём непосредственно к моим атакам. Итак, что у нас было последнего? Ух, много у нас было всего. Но практически во всех атаках я использовал киборгов. Именно такую, знаете ли, связку пара киборгов. Немножко толстяков, немножко огнемётчиков. В общем, всего помаленьку. Сборная солянка. Смотрим. Старался подбирать, конечно, врагов послабее. Таких, с которыми точно можно справиться. Так, наших толстяков там что-то взорвало. Да, здесь у врага были мины, люки. И они скопытились. Так, киборги, джил. Выходят огнемётчики. У нас тогда, к сожалению, бомбы не было, чтобы разом накрыть всё в поддержку клана врага. Идёт аптечка сразу. Киборги уже один себя плохо чувствуют, почти мёртвый. Огнемётчики пошли вдоль стены. Это тоже не есть гуд. А может быть и нормально. Используем адреналин. И сразу высаживаем метателей, чтобы они успели им воспользоваться. Так, войска довольно быстро продвигаются. И вот у врага уже почти не остаётся обороны. Всё, друзья, это быстрая, стремительная победа. Ладно, остальные издания и так понятно мы снести успеем. Возвращаемся домой, смотрим следующий бой. А так много времени на выпуск мало. Нападали мы на Костяна. 85% базы снесли. Что-то не добили. Смотрим повтор. Итак, идёт толпа толстячков. Подрывник. Заходят киборги внутрь. Идёт джек. Выходит вражеская поддержка. Тут у нас лекарь. Бомбу на поддержку. Ну, лекарь, понятное дело, долго тут не проживёт. Сейчас его ПВО снесут. Используем адреналинчик. Маленько, правда, надо было туда, наверное, подальше. Хотя, всё нормально. Ребята заходят внутрь. На адреналине сносят здание. Так, вдоль всех стен идём. И по правому направлению, и по левому, и по центру. Чуть-чуть вражеской ратуши. Осталось здоровье. Тут небольшая группа метателей её бьёт. И да, мы её сносим. По левому краю тут вроде тоже. Ну, тут киборг уже почти погиб. Всё, киборг умирает. Танковать больше некому. У нас тут ещё хиппи-мобиль высадился. Но у врага ещё есть одно ПВО. О, и здесь хиппи-мобиль. Но они оба погибнут от этого ПВО. Но успеют тут набедокурить врагу. И подразносить склады. Трещит склад токсина. Склад энергии. Но наши хиппари погибают. А вражеская база не добита. Что ж, возвращаемся домой. Смотрим следующий бой. Итак, нападали мы. Кого мы сейчас? Костяна смотрели 85%. Давайте промотаем. Нападали на бутса. Снесли 100%. Смотрим повтор. Синие, бело-красные стены. Ну, прямо... Прямо патриот, чувак. Видать, это... Любит Россию. Любит цвета нашего флага. Таких цветов стены и держат. Сразу всех трёх. Итак, высаживаются у нас тут киборги, толстяки. Ребята, кто куда. Вот, к сожалению, киборг ломал одну стену, а потом решил сменить направление. Хотя уже почти доломал. В общем, как-то всё не очень выходит. Вот, видите, ребят почти снесли стену, но я высаживаю огнемётчиков, и ребята идут совсем в другую сторону. Ну, в общем, всё, не слава богу. Тактика так себе была. Было много огрехов, но, тем не менее, база у врага слабая, поэтому... Поэтому мы смогли тут затащить. Вот киборги у нас уже все погибли. Высаживаются пара... Парочка хиппи-мобилей, а у врага совсем нет ПВО, так что, понятное дело, исход будет в нашу пользу. Джилл пытается убежать от вражеской пушки, но её тут ещё и вышки-метатели бьёт, так что ничего из этого не выходит. Ну что ж, два хиппи и куча построек. Понятное дело, они добьют, так что не будем заморачиваться и переходим сразу к следующей атаке. Сражались мы против трёх иксов из клана ICDC. Сто процентная победа. Смотрим повтор. Кстати, сто тысяч токсинов украли в этом бою. А я помню этот бой, я даже не ради трофеев на него шёл, а именно, чтобы пополнить ресурсы. И этот парень, он... Он как бы нападал на меня, и я ему мстил. Итак, выходит толпа метателей. Используем бомбу. Она сносит этих ребят. Наши киборги тут сносят врага. Ну, сносят всё, что находят. Лекарь их лечит, как может. Но вот одного киборга мы, похоже, уже теряем. Аптечка слишком поздняя, в панике, в попытке сохранить киборга. Так, ну, ребята, продвигаются дальше. Сейчас, по-моему, я где-нибудь здесь адреналин кинул, но потому что мне уже охота его кинуть. Вот он, адреналинчик пошёл. Я же, когда смотрю, представляю, как будто я играю, и мне уже охота адреналин кинуть, или ещё что-то. Я вот предчувствую, что если бы он у меня был, то здесь бы я его и использовал. Так, давайте, огнемётчики, поторопитесь, пока там для вас танкует наш киборг, почти уже мёртвый. Всё, киборг погиб. Сносим вражескую ратушу, продвигаемся дальше. Остаётся у него тут не так уж много построек. Вот одна вышка метателей, одна вышка с огнемётчиком АПВО. А здесь у нас Джилл. Одинокая Джилл. Так, ну что, огнемётчиков сейчас, вражеская вышка огнемётчиков снесёт, да? Или, ребята, вы успеете её уничтожить как-нибудь? Не, ребята стены сносят, а она сносит ребят. Ну, летит хипарь исправлять всё это дело, и, понятное дело, он сейчас уничтожит все эти склады, и уничтожит вышку, и будет нам стопроцентная победа. Смотрим следующий бой. Так, на кого мы нападали? Нападали мы на Денчика. Снесли 100%. Смотрим повтор. Слабая, слабая, слабая база, синие стены. Так что смотрим на двоечки. Поддержка клана, на неё бомбёжку. Киборги вдоль стен. Следом огнемётчики. Тут толстяки танкуют. Используем адреналин. Ну что ж, отлично. Вот, ребята, всё, и снесли врагу. Смотрим следующую атаку. Итак, нападали мы на... На Малютина. Малютина. Снесли 100% базы. Смотрим повтор. Синекрасная база у оппонента. Идут наши толстячки. Следом подрывнички. Немножко метателей. Пара киборгов выходит. И идёт вдоль стен. Высаживается ещё небольшой отряд огнемётчиков. У врагов высаживаются толстяки. Ну ладно, сейчас киборги с огнемётчиками этих толстяков разнесут. Тут у нас Джилл. Браво, в одиночку пытается врагу ратушу снести. Но даже не знаю, насколько у неё это получится. Какой-то небольшой прогресс есть. Но явно не успеет. Не настолько качано. Используем здесь аптечку. Лечим наших киборгов. Используем адреналин. Ребята, помогите Джиллу. Уничтожьте эти тяжёлые пушки. Вот хотя бы эту. Зато это вы не дотянетесь так сразу. Хотя вон там огнемётчик есть. Одну пушку уничтожаем. Вторую тоже снесли. Джилл теперь может безнаказанно дальше колупать ратушу. В одиночку. Ну что ж. Вот такой вот весёлый бой. Возвращаемся домой. Так. Наша следующая атака. Точнее предыдущая была на Кипиша. Из клана Иглс. Сто процентная победа. Украли 110 тысяч энергии. И 125 тысяч токсинов. Неплохая выручка. Смотрим повтор. У врага чёрные и красные стены. Высаживаемся как раз под чёрные. Но почему-то именно это направление я выбрал. А, ну я даже знаю почему. Потому что у врага было 125 тысяч токсинов. И я решил лучше начинать с того угла, где токсины. В любом случае токсины нужны. Даже если будет не стопроцентный снос базы. Но тем не менее уничтожили врагу всё. Так. Забегают тут киборги, герои, метатели. Всех подряд. Идёт аптечка. Восстанавливаем киборгов. Идёт адреналинчик. Правда его... Надо было, наверное, как-нибудь маленько больше на угол. Ну ладно. Высаживаем ещё огнемётчиков. Так, ну ребята, сейчас одни в бой пойдут. За них никто не танкует. Вот их уже бьёт бункер и пушка. Ребята, давайте, не погибайте. Снесите эту пушку. Отлично. Ну тут огнемётчики загибаются. Но у нас ещё остаётся, да? Остаётся киборг. И выходит на сцену пара... Даже тройка хиппи-мобилей. Тоже отлично. Сносим врагу все оставшиеся постройки. Это стопроцентная победа. Переходим к следующей атаке. А нападали мы на Сергея. Снесли также 100% базы. Смотрим повтор. Так, ну что ж, киборги идут вдоль стен, сносят вышки. Я вот даже не уверен. Может быть, эту атаку я уже показывал в прямом эфире? А может быть и нет. Так, тут один киборг загибается почти. Да, тут один ещё жив. Давай, парень, ломай стены активнее. Какой-то непонятный адреналин. А, это который я случайно использовал? Да, вроде бы я это вам показывал. Ну ладно, досмотрим уже до конца этот бой. И думаю, на этом с атаками хватит. Так, ну и тут высаживается пара хиппи-мобилей. У врага, правда, есть ПВО. Даже не знаю, оно может всех и уничтожить запросто. Ладно, смотрим. Ребята стягиваются в центр. ПВО уничтожает одного хиппи, второго. И третий хиппи успевает добить ПВО и снести оставшиеся у врага токсины. Ну что ж, на этом с атаками и защитами всё. И сейчас я буду уже за кадром сливать свои трофеи, чтобы как можно больше набрать электричество. Я всё-таки надеюсь купить шестого строителя. Ну, так, для галочки. В принципе, не знаю, он мне вроде как не особо сейчас нужен. У меня заняты все пять строителей только потому, что появилась возможность прокачать добывающее строение. Но они строятся не так уж долго и стоят не очень дорого. А вот когда они построятся, мне уже надо будет только огромные суммы тратить на улучшение пушек. Разве что могут ещё понадобиться сейчас строители на улучшение ловушек. Да, теперь для этого нужны строители. И поэтому шестой... Ну, шестой, в общем, всегда не помешает, всегда пригодится. Всегда приятно знать, что у тебя там не пять, а шесть строителей. Это вроде как круто. Так что к этому и будем стремиться. Ну, а у меня на этом всё. С вами был 1ST1. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.